так как говорится с места в карьер но сначала небольшое лирическое отступление первая мысль которая приходит в голову начинающему предпринимателю это конечно же что продавать какой товар или услугу выбрать как угадать со спросом чтобы товар был востребован и обязательно его покупали правильно на данном этапе мы не будем рассматривать где этот товар брать это будет дальше потом в дальнейших уроках сначала надо выяснить и протестировать спрос на товар который мы выберем вот в этом уроке мы выберем 5-10 товаров которые обязательно будут пользоваться спросом выбор товара пожалуй это ключевой момент начала любого бизнеса будь то интернет магазин или обычный торговый центр или торговая сеть или там на рынке неважно то есть многие новички думают кстати я был раньше не исключением где бы взять такой товар чтобы его никто не продавал и у меня тогда не будет конкурентов и тогда весь рынок мой и клиенты просто повалят ко мне в магазин на сайт или в торговый центр за покупками это это очень такое большое частое заблуждение хотя конечно смешного тут ничего нет но я скажу так проще удовлетворять спрос чем создавать его что это значит это значит то что если уже имеется определенный спрос на какой-то товар или услугу его намного проще продавать его уже ищут потенциальные покупатели кто-то уже позаботился до вас об этом это менее затратное тем более на начальном этапе обычно денег обычно не хватает правильно кстати не стоит бояться и конкурентов когда определенный товар продают много конкурентов и он есть на рынке это очень хороший знак для вас это значит что здесь в этой нише есть деньги и это очень хорошая новость для вас на самом деле это касается не только интернет торговли но и классического оффлайн бизнеса тоже по своему вот многолетнему опыту я не раз в этом убедился раскрутить какой-то новый бренд или товар на рынке весьма весьма затратно и трудно да конечно если вы не миллиардеры и у вас имеется свое производство каких-то но очень уникальных инновационных и очень нужных штук всеми каждому да может быть у вас и получится может вам и легко будет это сделать но это долгосрочные инвестиции как денег так и времени новый товар на рынке это соизмеримо с раскруткой нового бренда сначала вы работаете на бренд а потом бренд работает на вас согласитесь проще на продуктовом рынке например продать палку колбасы булку хлеба и там пакет молока нежели открыть там офис по продаже например щебня или песка продажи возможные будут но усилий надо приложить намного больше и аналогичная ситуация будет и на строительном рынке песок и щебень там будет на расхват а вот хлеб молоко ну не знаю туда народ меньше ходит уже правильно так как выбрать товар который уже пользуется спросом товар который уже ищут и покупают тысячи людей ежедневно еще одно небольшое отступление темы но если вы эту простую суть усвоите именно сейчас на данном этапе то вы более глубоко поймете что я вам хочу сказать и донести моя задача здесь не просто вас научить что-то делать по шаблону по шаблону можно и обезьяну научить там кататься на велосипеде видеоуроки кстати тоже записывать моя задача здесь не просто вас научить я хочу чтобы вы понимали сам процесс если вы будете понимать сам процесс вы будете вовлечены в него и будете в нем действительно разбираться и понимать как это делается они просто там о здесь у меня не получается подожду-ка я следующего видеоурока есть такая замечательная пословица вот послушайте я слушаю и забываю что вы собственно сейчас и делать вот слушаете на следующая там часть я вижу и запоминаю я делаю и понимаю поэтому я хочу чтобы вы понимали и конечно же мне хочется чтобы мои знания были полезны людям и приносили реальную пользу мне не охота просто так тратить свое время на создание этих видео курсов я хочу делиться с людьми реальными знаниями которые я прошел за много лет вот на своей шкуре поэтому после просмотра моего урока делайте то что вот я показывал в этом уроке и вы тогда будете намного лучше понимать сам процесс это понятно да и так товары можно поделить на три категории первое товар все знают а также знают где его купить но не ищут это примером может послужить батон хлеба например купить можно в ближайшем гастрономии во все его знает где этот гастроном все знают что там есть хлеб приходят и покупают достаточно просто уделить этому пять минут выйти из дома и дойти до гастронома правильно его соответственно незачем искать у него большой спрос но его не ищут вторая категория товар знают но не знают где его купить и внимание лезут ищут его в интернет например фреон для заправки кондиционеров газ такой да вот видите на слайде есть или какие-нибудь там химические добавки в бетон вы знаете где их приобрести вообще вот эти химические добавки скорее всего вы сразу же полезете в интернет чтобы его поискать там заходите в google в яндексе пишите там где купить химические добавки в бетон или роботы-пылесосы сейчас стали последние пару лет популярны или танцевальные коврики тоже многие слышали о танцевальных ковриков но не знают где брать в общем я думаю мысль понятна именно из этой категории мы будем искать с вами товары потому что мы будем их предлагать в интернет магазине которые которые будут искать наши будущие клиенты также есть и третья категория называется она не знают и не ищут то есть данный товар не знают и не ищут ну соответственно спроса на него сейчас нет и будет ли он вообще это пример примером может послужить смотрите подгузники для собак казалось бы никто еще не продает и они наверное очень полезны может быть может быть я не спорю они кому-то скорее всего пригодятся но спрос на него очень низкий или услуга скрабукинг страшное такое слово уверен что 99 процентов людей не знает что это такое а это вот такой вот смотрите слонослайде журнал такой из вырезок из старых фотографий там семейных или газет журналов такая вот бывает услуга вот такая на рынке она мало известно и мало кто ее ищут соответственно так вот что я хочу еще сказать нет я не отрицаю что есть на свете истинные ценители подгузников для собак и кому-то там срочно потребовалась услуга по кастрации фиолетовых глаз гладкошерстных и нотов однако на таких вещах сделаете ли вы бизнес так просто я очень сомневаюсь тем более на начальных этапах обычно бюджет очень ограничен поэтому лучше нам выбрать товары из второй категории стыд на который уже ищут уже знают но не знают где его купить вот то есть это ключевой момент либо еще есть такой момент что вроде бы как товар есть на рынке там в магазинах да в вашем городе но он очень дорогой и ради интереса вы идете в интернет поискать а вдруг там подешевле есть где правильно но бывают конечно и исключения вот например я недавно узнал о таких вещах вот как наушники монстр монстр биц от доктор д ну возможно кто-то уже и слышал но я совсем вот буквально месяц назад узнал вот моего друга который тоже занимается интернет торговлей и у него кстати очень хорошо пошли дела вот последнее время он уже несколько заказов поставщикам сделал уже на большие такие крупные суммы уже по несколько тысяч долларов тратит чтобы закупить товар и они у него очень хорошо пошли потому что в магазине например вот ну так сказать флагманская модель вот самая так начальная она стоит порядка 8000 рублей вот у нас в тюмени посмотрел во всех магазинах там в евросети в техносили в видео они все стоят 7 990 я просто в шоке а мой друг он их продает по 3000 рублей у него он вообще просто разлетается этот товар я конечно не советую вам сразу браться там за наушники но подумайте что вам более близко к сердцу и который товар вы будете лучше знать и его будет вам легче продавать также желательно чтобы товар имел так называемый вау эффект то есть например когда человек видит или держит в руках iphone ему сразу хочется иметь такую штуку я конечно уже слышу что кто-то кричит да вот еще я бы 1000 долларов платил бы за телефон не кривите душой вы так думаете просто потому что у вас нет лишних денег на него и просто не можете себе позволить вот кстати наушники вот эти они тоже с вау эффектом они очень классно ну они очень классные эти наушники они очень качественные хорошо хороший звук у них такой басистый ну я послушал на самом деле крутая вещь также хочу отметить если денег и отдачи долго не будет от вашего дела вы вероятнее всего сольетесь вся мотивация пропадет и заниматься дальше вроде как и любимым делом вроде как она вам не нравится но она пожирает ваше время и энергию возможно даже и нервы иногда скорее всего вы просто долго с не сможете этим заниматься вы скорее все забросите однако если ваш товар раз будет распродаваться как пирожки то соответственно у вас появятся деньги у вас появится больше мотивации больше энергии развивать это все вы будете искать новые идеи какие новые товары там какие можно предложить на рынке и соответственно постепенно постепенно вы будете развиваться развиваться и развиваться согласны со мной да ну что же нам однозначно нужен тогда товар с уже сформированным спросом для этого для этого вот первое что я хочу посоветовать в этом уроке вот уже по делу идем значит на так называемые вставшие в последнее время очень популярными купонными сайтами на ну желательно идти на крупные потому что на не раскрученные неизвестные не советую ходить потому что там есть такой фактор как накрутка купонов вот я кстати столкнулся с ним совсем недавно вот когда занимался тоже раскруткой интернет магазинов своего в купонных сайтах там есть это заходишь смотришь как как там акция продвигается видишь значит о 30 купонов уже купили а на деле заказов нет вот я долго сначала думал что такое несколько дней а потом понял что просто они накручивают чтобы люди которые заходят на сайт видят эту акцию думать о так смотрите там уже покупают так давайте и я куплю нет конечно продажи были но просто когда показываю там 30 там 50 купонов а на деле три заказа приходит ну сами понимаете какие из них настоящие какие нет то есть здесь идет накрутка в самих купона тарах поэтому их отсеем сразу идем на крупные серьезные такие как беглеон группон выгода я эти три взял просто для того чтобы вам понять как правильно все это сделать это лидеры на рынке вот тройка лидеров так значит заходим на этот сайт беглеон точка ру и что нам тут надо какую полезную информацию нам отсюда надо взять значит вот смотрите здесь выставлены акции но это наверно все знают проект довольно уже известной и успешной что смотрите допустим цена купона 500 рублей количество продаж то есть нам основные показатели нужны вот цена проданы цена и количество проданных купонов а также желательно выбрать товар с более с более высоким средним чеком что это значит но допустим 500 рублей ну средний чек так себе а вот зато например вот здесь 6000 рублей да уже средний чек такой по ощутимее 46 купонов доходе продано не 266 но зато в день денег здесь намного больше ну за вот эту акцию на прошло так значит что нам тут надо идем самый низ здесь вот есть такая вот штука вот смотрите прошедшие акции есть видите идем прошедшие акции то есть это те акции которые уже закрыты и продаж по ним в данный момент нет так значит заходим и смотрим то есть эти акции уже не действует купить нельзя но зато остается замечательно такая статистика на таких сайтах вот это кстати это не только на беглеоне но еще и на других купонных сайтах как выгода то я перечислял в предыдущем слайде вот смотрите значит смотрим тут допустим 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 ну вот смотрите телефон на так но это реплика айфона 3 393 29 купонов продано результат конечно ну так себе не скажу что прямо такой высокий повальный вот смотрим другое вот тут видите 1768 купонов продано то есть можно вот эту идею уже брать и внедрять и делать то есть видите спрос очень большой хоть средний чек небольшой но на самом деле услуга очень востребована денег здесь заработать тоже весьма просто будет так идем дальше идем дальше значит смысл в том что нам надо взять во первых вот эту цифру средний чек и количество продаж то есть купонов на цену которая была розничная ну пока не смотрим потому что она зачастую завышена так как эти купонные сайты требуют чтобы делали скидки как минимум 50 процентов вот если посмотрим внимательно видите тут 50 60 там 75 процентов и так далее но они еще и будут комиссию с организаторов акции то есть с бизнесменов уже непосредственно то есть какой-то магазин там решил там какой-то товар или услугу предоставить и как как объяснить то он выплачивает им комиссию этому сайту еще точнее сайт принимает деньги а потом за минусом комиссии выплачивает магазину основную часть ну там по договору вот таким образом берем здесь довольно много листов берем штудируем этот сайт смотрим какие товары нам по душе берем как можно больше продаж сначала то есть там 200 300 500 продаж смотрим какие товары хорошо пользуются спросом вот допустим часы видите 779 рублей 121 купон продан и кстати вот насчет этих часов я уже давно смотрю их очень много продается и эти акции они идут постоянно одна за одной одна за одной берем просто и выписываем себе порядка десяти товаров которые вам больше всего подходят которые вы более-менее знаете и он вам больше нравится потому что как я уже говорил повторюсь очень важно важно чтобы вы имели четкое представление о данном товаре и или услуги хотя бы не понаслышке его знали а как как объяснить хотя бы хотя бы пользовались этим товаром и вы его хорошо знаете более-менее потому что вам в будущем будет потом проще его продавать товар либо услугу если таких товаров не нашлось выбирайте любой понравившийся уделите час там два своего времени на изучение информации в интернете данном товаре посмотрите обзоры почитайте статьи то есть надо чтобы у вас было четко представление что вы будете продать продавать и у нас должен получиться такой вот примерно список из 5-10 товаров которые нам более-менее подходит после того как мы сделали список на бумаге следующий шаг у нас идем значит на такой сайт вот называется wordstat yandex.ru смотрите это статистика ключевых слов нашего зеркала рунета яндекс что он отражает он отражает запросы за последние 28 дней которые пользователи яндекса вводят в поиски возьмем допустим вот эти же самые часы сейчас зайдем посмотрим так часы да просто можно сначала взять допустим часы айсуэч на вот они называются копируем сюда вставляем подобрать вот смотрите что искали по словам вот то есть строгое совпадение айс вот часы 1385 запросов за последние 28 дней вот то есть это число потенциальных покупателей вот смотрите также есть айс вот часы цена купить часы значит вот этот товар потенциально уже имеет спрос а если мы ведем допустим просто часы купить вот смотрите здесь вообще уже такой спрос большой 208 тысяч запросов также еще есть и с опечатками и часи думаю что это одни и те же примерно люди вводили или там наручные часы купить здесь уже поменьше но тоже довольно хорошая цифра 22 тысячи 600 запросов в месяц это прилично то есть вот этот товар уже можно брать на вооружение и им заниматься так значит штудируем весь ваш список проставляем сколько показов в месяц ориентировочно эти часы эти товары пардон эти товары имеют и окончательно определяемся уже со списком выбранных товаров он потому что я не советую сразу брать там 100 200 товаров потом вам просто физически не будет хватать и на это времени средств и сил возьмите хотя бы пять там десять товаров вот для начала будет будет время сделайте потом и на другие товары то есть протестируйте также найдете какой какой спрос на этот товар и тоже выставите у себя в магазине его будете рекламировать на этом урок окончен следующем уроке мы рассмотрим наличие данного товара у конкурентов и выясним реальные цены на рынке также в следующих уроках мы узнаем сколько стоят такие товары у поставщиков как их заказать и так жду вас в следующем уроке с вами был александр дерза действуйте